Мы начали эту программу с Донбасса и с того, что вообще происходит на Украине и вокруг нее. Через 17 дней будет 3 года, как в Киеве свергли президента Януковича. За короткий срок на глазах всего мира случилось столько, что западным режиссерам хватило не на один фильм. О Майдане снял документальную ленту француз Поль Марейра. Сколько было шума в Европе в феврале прошлого года. Украинские посольства пытались давить на телеканалы, чтобы отменить показ этого фильма. Сейчас снова в феврале. Уже в Америке свой взгляд на события представил Оливер Стоу. Многие факты по западным меркам неудобные. Смотрите его эксклюзивное интервью моей коллеги Жанне Агалаковой. Это даже не премьера, а камерный показ для избранной публики. Но какой ажиотаж! Оливер Стоун – кинематографист с мировым именем, обладатель трех Оскаров и звезды на Аллее Славы. Фильм «Украина в огне» был признан лучшим на кинофестивале в Италии и уже был показан в России. Однако лента, вызвавшая шок и овации фестивальных критиков, до американской публики пока не дошла. В США многие хотели бы, чтобы она вообще никогда не попадала на экран. После Второй мировой войны Бандера и другие украинские националистические лидеры бежали в Европу, где ЦРУ помогло им скрыться. Стоун утверждает, американские спецслужбы десятилетиями прикрывали и спонсировали украинских фашистов. Это делалось, чтобы через Украину дотянуться до России. В фильме раскрываются суммы зарубежных гонораров нынешних лидеров крайне правого толка. В нем хроника становления украинского национализма от Степана Бандеры до Дмитрия Яроша и Олега Тегнебока, за кулисье оранжевой революции, шокирующие свидетельства и эксклюзивное интервью. Там происходил просто систематический грабеж населения, грабеж граждан, грабеж украинского народа. И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции. Оливера Стоуна трудно упрекнуть в предвзятости. В Голливуде его считают бунтарем и правдорубом. Его недавняя документальная лента «Нерассказанная история США», в которой Стоун раскрывает реальный ход событий, наделала много шума в Америке. Новая работа – фильм-расследование, в котором только факты, подтвержденные документами, и они доказывают рукотворность украинского кризиса. Слишком много уже было вложено в Украину, чтобы остановиться на полпути. Мы инвестировали 5 миллиардов долларов в развитие стабильной, процветающей демократической Украины. Нынешнее украинское правительство с самого начала было очень странным. Для многих это вообще было незаконное правительство, поскольку люди за него не голосовали. Порошенко просто назначили. У меня относительно этого правительства очень много сомнений. Оно представляет крайне правую, чрезвычайно коррумпированную партию, которая очень контролируема извне. И я не вижу настоящей демократии на Украине. Кажется, что все состоит из одной партии, в которой есть некие матерые инсайдеры, которые просто проворачивают свои дела. Именно поэтому, думаю, и нет никакой подвижки в выполнении Минских соглашений. Кроме того, это сумасшедшее правительство, фигурально выражаясь, конечно. Оно берет деньги у Запада и берет у всех подряд, у частных лиц, у финансовых групп, у неправительственных организаций. Живет практически за их счет. Есть подтвержденные факты, что эти деньги распределяются потом среди своих. Идут на подкуп депутатам, нужным людям и так далее. Но самое интересное, как они обходятся с прессой. Они лишили аккредитации, насколько я помню, это было несколько месяцев назад, около 150 европейских журналистов. Потому что те критически освещали работу правительства. А как же свобода слова? На Украине ты не можешь говорить то, что я вам сейчас говорю. А если напишешь что-нибудь подобное, могут убить или как минимум пригрозить. Журналисты там в большей опасности от собственного правительства, чем от каких-то русских боевиков. Украина вообще очень опасное место. Вы шокируете? Ваша позиция совершенно отличается от американской официальной. А вы думаете, я должен быть выразителем официальной точки зрения? Я снял фильм об убийстве Кеннеди, где опровергается официальная версия, и много чего еще снял. Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. Да и по Сирии тоже. Но в первую очередь по Украине. Потому что это отсюда начинается новая холодная война. Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации. США продолжают рассказывать свои сказки, что Россия захватила Крым, направив туда свои войска. Что она присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине. Что не имеет никакого смысла. Если бы Россия хотела захватить Украину, она бы сделала это, но ей это не надо. Над фильмом «Украина в огне» Оливер Стоун работал вместе с режиссером Игорем Лопатенко. Он родом из Донбасса и лично знаком со многими, кто представляет сейчас киевскую власть. Отказались все украинские политики говорить. Некоторые просто проигнорировали. Сейчас они обвиняют нас в том, что мы односторонние. Но мы понимаем, что мы не односторонние, потому что все мейнстримовские каналы показывают их утверждение, знаете, как в ротации. То есть они их просто надевают на голову зрителям. Поэтому мы как раз не односторонние. Мы один слабый голос с противной стороны, который пытается донести правду. На Украине фильм вызвал истерику еще до европейской премьеры. Он был фактически запрещен. В интернете даже появилась петиция, призывающая российские телеканалы не показывать его. Оливеру Стоуну заочно отказали во въезде в Незалежную. Вы первый западный режиссер, кто показал роль ЦРУ в украинских событиях? Да. Вы не боитесь? Боюсь. А чего мне бояться? Думать, ЦРУ будет не мстить? Но это очень серьезная организация. Слушайте, есть неопровержимые факты. ЦРУ приложила руку ко всем важным событиям в современной истории. А Украина была одной из главных целей ЦРУ с самого начала Холодной войны. Она была плацдармом, с которого можно было попытаться изменить строй в России. С 1949 года мы засылали украинских диссидентов на Украину, сбрасывали с парашютом, доставляли всеми возможными средствами, чтобы они действовали против Советского Союза. Это была чудовищная миссия. Джеймс Форестол, первый министр обороны, ненавидел Советский Союз, потому что был ставленник Уолл-Стрит. Все идет оттуда. Франклин Делано Рузвельт и Джон Кеннеди были великими президентами. Они признавали мощи достоинства Советов, о чем говорили не раз. Но были вынуждены поддерживать антирусские настроения, которые появились еще в 1917. Тогда финансовые бонзы с Уолл-Стрит пришли в ужас от того, что русская революция распространится на Америку, и рабочий класс восстанет против сильных мира сего. Этот страх и был положен в основу отношений. Нельзя было иметь деньги и быть на стороне русских. Они же все отберут. Эта старая и примитивная мифология работает до сих пор. Ненависть к России очень живуча. Вы думаете, фашизм реальная угроза для Украины? Я думаю, что на Майдане многие искренне хотели перемен, хотели достойного правительства. Но таковы политтехнологии цветных революций. Вы даете деньги, и с их помощью людей поднимают на уличный протест. Но главный вопрос на Майдане, кто стрелял, кто был снайпером, кто убил полицейских. Единственный логический ответ – это, разумеется, правый сектор. Вы в курсе последних событий на Украине? Это отвратительно, что происходит, и не случайно. Трамп выиграл, и правительству в Киеве надо, чтобы он продолжал им помогать. И отсюда осложнение обстановки в Донбассе. Обвиняют опять русских. В официальной американской прессе так и пишут. Русские снова развязывают войну на Украине. Но давайте посмотрим, кто жертвы. В основном жители Донбасса, которых называют прорусскими. Там люди действительно гибнут. Я совершенно не верю этому киевскому правительству. Я уверен, они провокаторы. Используют любые средства. Рассчитывают получить больше денег от Трампа. Получить его поддержку. Рассказывая, какие плохие эти русские. Это грязная информационная война. Это пропаганда. Очевидно, что финансирование должно было продолжаться. А вместе с ним и конфликт. Становясь все более кровавым и смертоносным. Дата выхода фильма «Украина в огне» в американский прокат пока неизвестна. Ленту собираются показать на фестивале в Сиэтле, который пройдет в конце мая. Для них это шок и для них это правда. Оливер Стоун работает сейчас над новой документальной лентой, в которой главный герой – президент России. Режиссер интервьюировал Путина в его загородной резиденции, той самой, где когда-то угощали чаем с баранками Барака Обаму. Часть их разговора вошла в фильм об Украине. Вы интервьюировали господина Путина? Да, я работаю сейчас над этим материалом. Я понимаю его точку зрения. Каково ваше впечатление? Я ставлю это для нового фильма. Но это же интересно. Нет, нет. Я уверен, фильм о Путине очень важен для мира, равно как и этот фильм об Украине. Почему важен? Потому что США собираются развязать войну под надуманным предлогом. Это сумасшествие. Нам нужен страх. Соединенным Штатам нужен враг и не один. Я думаю, американская военная мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги. И мы этих врагов создаем сами. Сейчас мы провозгласили главным врагом терроризм. Раньше был Иран, Китай, потом снова Россия. И конца этому нет. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Ирина Близнюк и Анастасия Берестенко. Первый канал. США.